Миша и Юра студенты ДВФУ, а в свободное время пранкеры. Пранкеры. От английского prank. Проказа, шалость, шутка. Изначально телефонные хулиганы, однако в последнее время любят снимать на видео случайных людей, ставя их в неловкое положение. Цель пранкера путем провокаций и подшучиваний вынудить жертву к яркой ответной реакции. Идея пришла, наверное, еще в начале февраля. Просто хотели поснимать какие-то розыгрыши. Естественно, посмотрели зарубежные аналоги и увидели русских ребят тоже в Питере, кто снимает, и в Москве. И сами загорелись этой идеей, захотели снять что-то в Владивостоке, попробовать. Как бы тут это не развито вообще. А тем самым примером стала команда Ракамакафо. Их розыгрыши на ютюбе собирают тысячи просмотров. Я вызываю тебя на бой. Это очень круто, ребята. Это просто очень круто. Для пранка нужны подставные люди, хороший оператор и яркая реакция. В общем, трех человек достаточно, чтобы вывести людей на эмоции. Во Владивостоке жертвами пранкеров стали уже сотни горожан. 8 марта ребята проверили, как реагируют мужчины, если на улице к их девушке подойдет незнакомый парень с цветами. И как посетители кафе относятся к чужим вещам. Сейчас команда снимает новый социальный розыгрыш. Блин, догоняй его. Без тебя здесь точно. Ну-ка, пойдем тебе в девушку. Что такое? Кошелек? Вот этот парень, кошелек. Это розыгрыш, скажите, пожалуйста, почему? Почему вы не остались равнодушны? Ну, вот как многие. Просто, ну, это же по-подлому, я не знаю. Извини, я просто, если честно, мне стыдно, что я не сказала сразу. Это социальный эксперимент. Да ладно, это, вон, камера, видишь. А то же можно и по голове получить. Да, можно. Все, спасибо. Я что-то забыл, в какую сторону мешать. Вым жалобом. Нормально. Немаловажно в этом деле и наличие актерского мастерства. К примеру, Миша хорошо играет роль жертвы, а Юра – антиперсонажей. Правда, признается, амплуа рискованная. Ну, один раз отхватил от полицейских, двое полицейских. Ну, мы такие сразу на место пришли, еще думаем, откуда снимать. И тут хоба смотрим, двое полицейских идут. Мы такие, хоба, давай быстро это заснимем. Ну, Миша встал перед ними. Я такой сразу быстро выхватываю, бегу за мной. Ну, они гонятся, кричат, там, стоять, стоять, стрелять будут, там. Начали сразу руки ломать. Реакция у людей разная. Кто-то провокации игнорирует, а кто-то активно в них участвует. Наша съемочная группа в стороне не осталась. Почему решили отреагировать? Вот многие просто делают вид, что не видят. Ну, в смысле, а как? Как мне отреагировать? Ну, вы всегда в подобных ситуациях реагируете. Хорошо, спасибо вам. Спасибо. Ну, вот так вот, отреагировали хорошо. Да, как бы реакция была. В общем, я уже тоже попробовала себя в роли пранкера. Ну, знаете, так интересно. В планах у пранкеров провокации сделать жестче. На такие, говорят, реакция будет ярче и заметнее. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.